Сочи, Анапа и Геленджик. Прямо сейчас там принимают солнечные ванны те, кто позаботился о путевке заранее. Осталась и заграничная альтернатива. Лидерами летнего спроса в этом году являются Турция, Египет, Тунис. Короткий авиаперелет, доступные цены, экскурсионные туры, любимая всеми концепция отдыха – все включено, делают свое дело. В этом году дешевле даже Турция, чем Российский Юг. И едут почему-то больше туда. Русский Юг очень занят, очень сложно туда с местами, с билетами. Ну, прям вот смотрим, и нет ЖД-билетов, например. Есть на сентябрь, а люди хотят ехать сейчас. На сегодняшний день средняя цена путевки на заграничный отдых вдвоем составляет около 150 тысяч рублей. Однако тем, кто умеет оперативно паковать чемоданы, можно рассмотреть горящий вариант, который может обойтись и в 40 тысяч. Ну, а туристов, готовых основательно раскошелиться, ждут во Вьетнаме. На Марокко, Таиланде, на Мальдивах или Шри-Ланке. Путевки туда стоят от полумиллиона и выше. Кстати, Дагестан в этом году стал неплохие цены, хорошо развиваться. Там и море, и Каспийское, и экскурсии можно взять. Что касается Котлашан, то многие из них в этом году запланировали путешествие по городам России. Другие вовсе решили остаться дома, отдав предпочтение семье и дачному отдыху. В планах есть, конечно, съездить в Питер. В Питер отдохнуть и погостить. Пока никуда не поедем, так как только родились недавно, поэтому пока не до поезда. Планировали в Ярославль отдохнуть на неделю. Так складывается, что на даче лучше. В Архангельский сын и к тетушке поеду. Она у меня в Северодвинске. Старенькая, уже 90 лет. Попроведать ее надо обязательно. Каждый год езжу к ней. Мы на работе, поэтому работа, только работа. Мы поедем в Нижний Новгород, а потом поедем в Москву с мамой. В Нижнем Новгороде я никогда не была, а в Москву я езжу уже по традиции каждое лет. Мне некогда отдыхать, у меня много ремонта, так что у меня все в ремонт упирается.